А в Пулково начинают испытания первой снегоуборочной машины российского производства, созданная специалистами Сколково на базе КАМАЗа. Она может очищать участок взлетно-посадочной полосы шириной более 8 метров. Техника готова к работе в любых погодных условиях, поэтому на уборку одной полосы и рулежных дорожек теперь понадобится от 30 минут до часа, в зависимости от интенсивности и продолжительности снегопада. Раньше на это уходило до 3 часов. И еще немаловажный плюс – стоимость. Импортная техника, которая работала на территории аэропорта, обходилась Пулково, как минимум в два раза дороже. У нас прекратились поставки снегоуборочной техники крупно из европейских государств. Это с Германии, с Норвегии, со Швейцарии. То есть, соответственно, у нас стала проблема с заменой снегоуборочной техники в Российской Федерации. В связи с этим в рамках импортозамещения была разработана российская машина, которая предназначена для скоростной уборки взлетно-посадочных полос и перронов на аэродромах. Испытания нового снегоуборщика продлятся до конца зимы. Если они окажутся успешными, то технопарк Пулково пополнится 11-ю такими экземплярами. Продолжение следует...